В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. В Рио главы Башкортостана поблагодарил за работу прежний состав правительства республики и представил новых вице-премьеров. По словам Радия Хабирова, руководящий состав правительства во главе с премьер-министром Рустемом Мардановым обратился к нему с предложением об отставке. Ярослав Хабирович попросил этого не делать, а продолжить работу в качестве премьера-министра в отношении восьми вице-премьеров. Я подобную отставку принял. На мой взгляд, это очень взвешенное, я бы сказал, мужественное решение вице-премьеров. Это показывает, что это зрелые руководители. Три нынешних вице-премьера продолжат работу с приставкой в Рио. Это руководитель аппарата правительства Илшад Тажиддинов, полпредбушкортостана в Москве Фархад Самедов и глава Минсельхоза республики Илшад Фазрахманов. Новыми вице-премьерами стали Раиф Абдрахимов. Ранее он возглавлял Ухимский инвестиционно-строительный комитет, потом был заместителем главы администрации Красногорска. Он будет курировать строительный блок вместо Андрея Трухана. Вопросами безопасности займется заместитель командующего Приволжским округом войск нацгвардии Артур Ахмедханов. Социальное направление вместо Салавата Сагитова возглавит глава регионального Минтруда Ленара Иванова. Уважаемые коллеги, я очень рассчитываю, что вы ваш труд, вашу энергию приложите для того, чтобы работать в интересах республики и жителей. Я очень надеюсь на ваш профессиональный опыт, на ваши моральные, человеческие качества. И очень жду от вас энергичной и необходимой, нужной нам работы. Исполняющим обязанности министра труда республики назначен первый заместитель главы ведомства Юрий Мельников. Вместо освобожденного от должности вице-премьера Евгения Гурьева Минземимущества без статуса вице-премьера возглавит Олег Полставалов. Ранее он был директором Института права Башгосуниверситета, а потом руководителем правового управления в Красногорске. Также об уходе объявили вице-премьеры Марат Магадеев и Фандиль Чингизов. По мнению опрошенных нами экспертов, при обновлении состава правительства глава региона руководствовался прежде всего их профессиональными качествами. У новых сотрудников Кабмина есть опыт и в федеральных структурах, и в том числе в республике нашей. А второе, что обновление заметно, но не только через отставку ряда чиновников, но и их ротацию. Мы видим, например, уже бывшего министра семьи труда соцзащиты Ленар Ивановой, ее повышение. Тот факт, что трое из восьми вице-премьеров сохранили свои посты, говорит об отсутствии у нового руководителя разделения на свой и чужой, добавил эксперт. Между тем, исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров предложил рейтинговать глав районов по разным показателям развития территории, в том числе по состоянию здравоохранения. Он поручил руководителям отчитываться по показателям в этой сфере каждые три месяца. Вопросами развития здравоохранения мы будем заниматься последовательно и долго, пока не поправим ситуацию, чтобы жители не жаловались, сообщил Радий Хабиров. Здравоохранение, строительство и состояние фельдшерско-акушерских пунктов, лекарственное и кадровое обеспечение – это личная и персональная ответственность глав муниципалитетов. Он также подчеркнул, что региональную и местную власть нужно избавить от тунеядцев и тех руководителей, которые неэффективно исполняют свои обязанности. Девять человек претендуют на должность главы администрации УФИ. Остальные 19 кандидатов не прошли отбор, сообщается на сайте Горсовета. По итогам прошедшего сегодня заседания комиссии, конкурсы допущены Альбина Гайнанова, Руслан Зайнулин, Артур Кабиров, Олег Котов, Ульфат Мустафин, Руслан Нурдинов, Рамиля Саитова, Шамсула Хабиб Рахманов и Рустам Хафизов. Всего комиссия оценивала 28 заявок. Основные причины недопуска, несоответствие требованиям закона о местном самоуправлении и положении о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации, а также отсутствие справок о доходах и расходах и недопуск к государственной тайне, отметили в Горсовете. Конкурсная комиссия привлекает экспертную комиссию Ассоциации Совета Муниципальных Образований Республики Башкортостан для проведения оценки уровня знаний кандидатов. Дата проведения 26 октября 2018 года. 29 октября допущенным кандидатам на должность главы администрации будет предложено устно изложить видение социально-экономического развития УФИ проблем и основных направлений по улучшению деятельности. Решение об утверждении кандидата в должности главы столичной администрации депутаты Горсовета УФИ примут 29 октября. В тот же день председатель Совета подпишет контракт с мэром. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Курсы доллара и евро показали разнонаправленную динамику. Доллар подорожал на 9 копеек и оценивается в 65 рублей 81 копейку, евро в минусе на 24 копейки 75.32. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в банке на ИВА за 65 рублей 25 копеек, продажа в банке Финам за 65.58. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в банке на ИВА за 75.25, по продаже в банке Финам 75.54. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.